Внимание, первый вопрос! Существует ли окружность, на которой имелась бы ровно одна рациональная точка? То есть единственная точка, у которой обе декартовые координаты рациональные числа. Эту и две последующие задачи составил специально для математического боя. Подразумевается, что команда математика в течение минуты будет штормом решать каждую из проблем. Но вы, кликнув паузу, можете думать столько, сколько вам захочется. Поехали! Может ли центр волшебной окружности из условия задачи иметь две рациональные координаты? Нет, поскольку окружность симметрична относительно центра. И уж если прошла через одну рациональную точку, пройдет и через другую, а две многовато будет. Хорошо, попробуем поставить центр в точку корень из двух ноль, абсцисса и рационально. Выберем радиус корень из двух. Тогда окружность пройдет через начало координат, рациональную точку. А симметричная ей точка, два корня из двух ноль, рациональной не является. Замечательно, но что насчет других точек, коих бесконечное множество? Предположим, что есть другая рациональная точка, отличная от начала координат. Уравнение нашей окружности выглядит вот так. Раскроем скобки и выразим корень из двух х. Если х равен нулю, то у равен нулю, и мы про это решение уже знаем. А если х не равен нулю, то корень из двух равен сумме квадратов, х и у делены на 2х. И если предположить, что х и у рациональная точка, то рациональное число в квадрате рационально, сумма рациональных чисел рациональна, знаменатель тоже рационален и не равен нулю. Получилось так, что корень из двух равен рациональному числу, Поэтому исходное предположение неверно. Стало быть, верно обратное утверждение. Никаких других рациональных точек у окружности нет, и она удовлетворяет условия задачи. Так что беремся за новую. В учебниках геометрии за 10 класс часто приводится задача составить из 6 равных отрезков 4 правильных треугольника. Внимание, вопрос. Как, повторяя ту же идею, возможно, несколько раз, составить из 10 равных отрезков 10 правильных треугольников. Любые два отрезка могут иметь общие точки лишь на концах отрезков. Готовы? Разбор начинается прямо сейчас. Подсказка в самом вопросе. Какую геометрию изучают в 10 классе? Пространственную, то есть стереометрию. Какой же прием нужно повторить? Выход в пространство. На плоскости из 6 равных отрезков 4 правильных треугольника не соорудить. Но увеличивая размерность пространства на единичку, обнаруживаем правильный тетрайдер, который удовлетворяет условию. А повторяя прием еще раз, находим четырехмерный аналог правильного тетрайдера. Вот его двумерная проекция. 5 вершин. Сколькими способами можно выбрать 2 вершины из 5? 10. И это количество ребер. Сколькими способами можно выбрать 3 вершины из 5? Тоже 10. И это количество двумерных граней, правильных треугольников. Вот он и ответ на вопрос. Четырехмерный тетрайдер. Заключительная задача на смекалочку. Деревни Алексеева и Борисовка разделены двумя параллельными реками разной ширины. Смотрите на рисунок. На каждой реке нужно поставить по мосту так, чтобы путь из одной деревни в другую был наименьшим. При этом мосты перпендикулярны берегам. Внимание, вопрос. Как это сделать? Анимация перед вами. Думайте, пробуйте. Неравенство ломано, припомните. И поехали. Каким бы путем мы ни шли, нам придется шагать по мостам, которые обозначу КЛ и МН. Давайте же, сохраняя перпендикулярность берегам, отложим эти отрезки от точек А и Б вот таким вот образом. Хм, получается, что путь из А в Б не может быть короче, чем сумма А1 плюс А1Б1 плюс Б1Б. Запишем это неравенством. Отрезки А1 и КЛ равны. ББ1 и МН тоже. Поэтому неравенство ломаной приобретает вид АК плюс ЛМ плюс НБ не меньше, чем А1Б1. Притом правая часть, константа, она не зависит от того, где мы построим мосты. При каком же условии достигается равенство? То есть при каком условии левая часть достигает минимума? Это возможно только если отрезки АК, ЛМ, НБ параллельны прямой А1Б1 или лежат на ней. Значит, мосты нужно строить вот здесь, в точках пересечения А1Б1 с береговыми линиями, обозначенными буквами Л и М. Напишите в комментариях, пришлись ли вам эти задачи по душе. Мыслите критически, занимайтесь математикой, счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова